МАУНТЕН БЛЕЙД У меня теперь не мультимедийная клавиатура, поэтому, к сожалению, с громкостью проблем будут гораздо чаще, чем до этого. Так, что же у нас за дела такие? Ага, в Слауту можно забежать. Опять-таки уже утро. Может быть на этот раз мы этого беглеца найдем. Я думаю, что сегодня будет не больше трёх серий. Вот мы ещё посмотрим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, я с ним даже раз не хочу. Нехорошо, нехорошо, нехорошо. Надо следить за дорогой. Здесь уже становится опасно из-за испорченных взаимоотношений с этими чёртовыми лордами. Вот уже становится опасно. Так, фуражеры вот, там патрули. И в огромных количествах у запорожского войска есть такие мелкие отряды. Тут растянутая картинка. Ну, сейчас попробуем найти здесь преступника. Попробуем найти его, не сходя с места. Нет, это маловероятно. Тогда будем искать там, где он, вероятнее всего, прячется. Ага, вон и он. А вон и он. Ну, как вы могли заметить, ночью его там не было. Я гарантирую это. Нервный человек. Эй. Эй, я промазал. Чарпы, бери. Надеюсь, у него нет там... Как у всех остальных метательных кинжалов. Или темпы очаги стрельного оружия. Ну, ладно. Нанесли ему 90 очков повреждений. С горя попалом убили. Так, теперь нам остается сдать долг и сдать это задание. Не помню, где я его брал. Ну, что ж, давайте посмотрим. Януш Кишка. Где он? В Люблине. Фига себе, я что, так давно уже играю? 9 дней назад. А, ну да, я вообще 12-й день играю. Действия. Прекратить жизнь. Эх. Ох. Ну, ладно. Не беда. Они, интересно, на нас нападут. В том-то, беда таких летучих отрядов. Если они могут вас победить, они на вас нападают. И вы никуда не денетесь. Если они вас не победят, то вы их не догоните. В общем-то, отличная тактика. Но, к сожалению, у нас она не устраивает. Мы хотим быть чем-то больше, чем просто под рулем. Клюш. Тем более, фуражерами аплодированного государства. Давайте посмотрим, есть здесь кто-нибудь или нет. Мне очень не нравятся вот какие-то здесь залы. Какие-то они вообще мелкие. Особенно у войска Запорожского. Вот, черный. Это кровавые деньги. А, давайте, чем. Ааааа! Нееет! Нееет! Как так? Почему? Аааа! Аааа! Как так вышло, что я отказался от службы в Лече Посполитой? Удар змеи! Аааа! Блин. Печаль. Тут все тот же алибордист один пьет алкоголик чертов. Что же нам делать-то, а? Аааа! Так. Харунджи. Харунджи. Где Харунджи у нас? В Минске, в Слуцке, во Львове? В Слуцке он был. Может быть, он нам предложит. Присоединиться. Количе Посполит. Это было бы круто. Я хочу. Что же они так ставят-то неудобного варианта ответа? Не догадаешься ведь. Вау. Так, ого! Вы видели дезертиры с двумя видами войск? Это неожиданно. Ну что же, нашего Харунджиа здесь нету. Но это нам не помешает кого-нибудь здесь нанять. Хотя нет, помешает вам слишком мало. Вот, черный лейтар. Самый сильный чувак в игре. Посмотрите. Ну, за 9, в принципе, 3484. Но... Как из наемных лицерей, наверное. В тавернах. Это самые крутые. Они самые крутые! Самые крутые! Самые крутые! Ура! Так, продать нечего. Так бы я их купил, конечно. Ах, купил бы я купил. Да долго сдавать надо. Точнее, налоги. Привет, воевода. Казимир Ташкевич. Блин, Лодзинский замок. Или Лодзинский. Вообще-то говоря, я хотел спросить, где Харунджи наш? Ну ладно. Насколько я помню... Ага, вот он. Лодзинский замок. Пишите мне, если я что-то не так сказал. Потому что летсплей грозит затянуться надолго. Блин. Не хотелось бы ошибаться каждый раз. Это Владыевский. Блин. Вот ведь блин, а? Блин. Черт. Я опять не спросил, где кто. Ну вообще, я отличный. Молодец просто. Что ж, зайдем во Львов тогда. Посмотрите только. Посмотрите только. Он держит спину крылатого гусара. Как интересно, будто... Бунтаги сумели победить отряд крылатого гусара. Вот, черт побери. Мне очень это интересно. Я обязательно вам помогу, ребята. 42 против 19. Число Дугласа Адамса против числа Стивена Кинга. Офига себе, у них в патрулях крылатые гусары слушают. Что они с ним делать вообще собрались? Окей. А можно двоих за раз, интересно. Видимо, нет. Я, насколько я помню, только одно именное оружие. И дается оно по сюжету. В компании Завойска Запорожская. Ну, так как мы решили... Черт. Ладно, драгун не наш. Крылатого гусара убили. Блин, что-то у меня такое впечатление, что они не такие крутые, как кажется. Ну, ладно, пофигу. Сюжет я раскрывать пока не буду. Но так мы решили действовать за... За Речь Посполитую, то... Там посмотрим. Угу. Угу. Вот он. Мистер гусар. Ну, что же. Селяньки-цы нам не нужны, наверное. Они даже качаться не хотят. Ну, отлично. Здесь фигня, фигня, фигня. Хотя это СМАПа лучше нашего. 67, 66. 56. Он и точнее немного. И точнее, и больнее. И вообще круто. Ну, ладно. Едем во Львов так или иначе. Вот еще драгун. Так, здесь у нас кто? Именной, что ли? Ольгерд. Ксенс. Ольгерд, Ксенс, Виктор, Януш. Как видите, в одной таверне аж целых чертовых четыре. Непися. Это прикольно. Любопытно. Так, с Януш, Радзивилл. Радзивилл. Не знаю. В общем, Гетман литовский. Нет, не надо мне этого. Великой Литвы? Иди нафиг. Так, Виктор для Бускодорма может нам пригодиться. Да, пожалуй, нам пригодится. Ольгерд. Ольгерд вообще нафиг не надо. Давайте поговорим с ним на всякий случай. Так, 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 так. Так, московский царь. Нет. Ну, нам не нужно обедневший боярин. Мы как бы снизу хотим подниматься. Аксенс нам очень даже понадобится. Сейчас мы распустим кого-нибудь из своих двоих, насколько я понимаю. Так, по два. Восемь, пять. Ну, кто дешевле? Разумеется, Елисей. Елисей. Елисей самый дешевый. Ну, все равно. Отпустим мы двух рекордов. Крест к сеансу. Раз, старикапоп. Да, что-то я перепытал его с лякорем. Но все равно, как видите, статы у него неплохие. Практически целиком заменяет нам Фатиму. Хотя от Фатимы и так пользы было немного. Изин, нафиг. Не нужен-то мне. Мне вот Виктор Телепускадор нужен. Вот, кстати, прямо за ним князь этот стоит. Прикол в том, что у него очень хорошо развито обучение и тактика, насколько я помню. Так, давайте посмотрим. Тактика. Вот, четвертый уровень тактики. Говорить с ним пока что нельзя. Не знаю, почему это так, почему нельзя говорить прямо сразу. Ну, так или иначе, у нас уже целых четыре спутника. Это внушает. Гетман еще какой-то. Кто вообще такой? Ты кто такой? Э? Так, где Харунжий? В Полцк едет. В Полцк вообще не по пути, нифига. Блин, что же делать? Ну, вы посмотрите, нам нужно вот в Лотзинский замок. Или в Лотзинский. А он в Полцк едет. Из нее свежим. А не совершат. Где? Вот здесь. Блин. Можно было попробовать его догнать, но так и надежнее как-то. Согласитесь. Наверное, вложу пару очков все-таки в харизму. Потому что как-то совсем мало. Если вы помните, в Маута Блэд Ворбант изначально, как помнится, минимум 50 человек в отряде. А здесь всего, ну сколько, 25 было что ли? Сейчас посмотрим. Численность отряда. Лидерство еще плюс 10. Харизму плюс 7. Известность плюс 1. Харизму мы не качали, получается, да? То есть, от 17 аж начинается отсчет. Это вообще что-то с чем-то. И Тернигсберг процветает. Рад за них. Потому что скоро мы придем их разорять. Так. Так, вот теперь давайте с ним поговорим все-таки. Что у него с обучением? Обучение всего на единицу развито. Но харизма, харизма, посмотрите какая. Отличная просто харизма. Так, я не понял. А у меня лидерство развито? Да, лидерство у нас развито одинаково. А то я подумал, вдруг лидерство у нас командный навык. И обеспечивает им нас он.